Цель моего выступления сегодня дать 5 практических рекомендаций, как улучшить шансы на успешную реализацию проекта в области машинного обучения. И вы меня можете спросить, справедливо вопрос задать. Богдан, почему мы вообще должны тебя слушать? Кто ты такой? Справедливо, согласен. Поэтому немножечко расскажу кратко о нас. Собственно, компания Робиус, 17 лет на рынке, реализуем решения цифровые для крупного сегмента бизнеса, корпораций, промышленных компаний. Наш основной офис находится в Сибири, если быть точным, в студенческом столице России, городе Томск. У нас 10 университетов, 2 из которых входят в 20 лучших вузов страны по версии Forbes. Мы этим очень сильно гордимся. Благодаря этому мы имеем тесную взаимосвязь с университетами, наукой, образованием, инновациями. И, соответственно, видим сейчас тренд производства, что необходимо не просто иметь команду разработки, которая шарит в технологиях и во всем прочем, но именно тех, кто и понимает предметные отрасли. И мы стараемся привлекать экспертов в отраслях к нашим проектам. Собственно, в нашей компании 10 кандидатов наук из 200 сотрудников. Мы не ограничиваемся российским рынком и благодаря присутствию в Казахстане и Объединенных Арабских Эмиратах работаем на международной арене. Три направления бизнеса. Собственно, первое – это заказная разработка, корпоративное ПО, 3D-визуализация, VR-тренажеры, отраслевые системы класса CAD-Комбин, ну и, конечно же, направление машинного обучения и технического зрения, о котором сегодня буду говорить. Второе направление бизнеса – это мы являемся вендорами собственных продуктов в сфере управления проектами команды, цифровизации стройки и интеллектуальной видеоаналитики. И для этого направления нашего бизнеса у нас есть, собственно, лицензированный образовательный центр, где ежегодно обучается более 2000 сотрудников, повышает квалификацию, в частности, в направлении машинного обучения тоже. Надеюсь, этой информации будет достаточно, чтобы вы уделили оставшиеся мне уже 12 минут, и мы двигаемся, собственно, по шагам нашим конкретным. Немножко расскажем про аналитику, про рынок и, собственно, 5 конкретных шагов, как повысить шансы на успех. Что предшествует этому глобальному, большому, классному, крутому проекту, о котором сегодня говорили коллеги. Итак, аналитика. В соответствии с исследованием консалдинговой компании Gartner, российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта до 2024 года составит порядка 160 миллиардов рублей. В своей практике мы также видим повышение запроса на применение технологий. И на количество за последний год запросов увеличилось у нас более чем в два раза в этой связи. Но помимо этого, как бы помимо вот этого такого хорошего и приятного, есть как бы обратная сторона медали. Мы провели, собственно, такое исследование, опросили 50 крупных, более 50 компаний крупных из российского сегмента, из Объединенных Арабских Эмиратов, корпораций. И получили такую информацию, что примерно от 10 до 30 проектов в области машинного обучения находятся, как бы запущены были, но находятся в стадии заморозки по тем или иным причинам. И, соответственно, Gartner также приводит здесь аналитику, что только один из трех пилотов идет промышленное внедрение. Это вот тоже, собственно, и почему же это происходит. Я вот в спешке чуть забыл упустить только момент. Все-таки давайте чуть-чуть в терминологии сойдемся, что мы под машинным обучением понимаем область искусственного интеллекта, которая работает с данными, получает их, анализирует и дает некие рекомендации, чтобы мы в одном контексте были с вами. Соответственно, почему? Как повысить шансы на успех? Поехали. Шаг номер один. Сформировать правильные ожидания от проекта в области машинного обучения. Что здесь имеется в виду? Много новостей, инфоповодов, СМИ, искусственный интеллект сделал то, искусственный интеллект сделал все, чат GPT и все прочее. Создается такой некий хайп, такой некий мыльный пузырь, что, собственно, машинное обучение может все. На самом деле нет, оно не может все, и оно имеет ряд ограничений. Первое. Оно ограничено данными, которые у нас есть, как минимум. Если у нас нет данных, мы ничего не сможем сделать. ML-решение требует, как минимум, кастомизации под ваши бизнес-процессы, под вашу инфраструктуру, под ваши данные. И третье. Это, соответственно, не ограничивается только разработкой алгоритма, потому что нам необходимо встроить эту существующую инфраструктуру. И много-много разных всяких нюансов есть еще. Собственно, кейс подтверждения вот этого первого шага. К нам обратилась нефтегазовая компания, хотела контролировать состояние бензовозов. Бензовоз заезжает на пит-стоп, механик производит осмотр, соответственно, и дает там какие-то рекомендации. И, соответственно, проблема была какая? То есть заказчик соревновывал завышенные ожидания от проекта, думал, что все просто, камеры поставим, детектируем, все отлично, замечательно. На самом деле нет, потому что машина заезжала грязная, соответственно, механик производил контроль не визуально, а как-то какие-то манипуляции производил. И, соответственно, также бензовозы приезжали в ночное время, и, соответственно, там не было никакой системы освещения, чтобы можно было детектировать что-либо. Соответственно, мы заказчику донесли, что на данном этапе необходимо существенные инвестиции в инфраструктуру, потому что задача была решаемая, но требовалось как минимум поставить промышленное освещение и много всего другого прочего. Это пример завышенных ожиданий, поэтому нужно их корректировать, и, собственно, чтобы у всех было правильное ожидание. Шаг номер два. Необходимо провести предпроектную аналитику. То есть мы считаем, что этап аналитики важен в любом проекте, не только в цифровом, в цифровом тем более, а тем более в проекте, связанном с машинным обучением, потому что он очень чувствителен ко всем разным нюансам. Собственно, здесь есть некоторые высказывания, и очень важно все проанализировать, понять, сразу же продумать и внедрение, и все прочие нюансы. Важно именно погрузиться. И одна из задач предпроектной аналитики – найти того самого единорога, ту самую идеальную, идеальный процесс для автоматизации. Тут есть пример, как можно это сделать. Допустим, первый шаг, то есть процесс дорогой и критический, чтобы мы понимали, что если мы даже на 0,5 на 1% улучшаем его, соответственно, он дает нам экономический вэлью. Второй, соответственно, шаг, который может нам помочь – это процесс должен быть самостоятельным и самодостаточным, чтобы, опять же, улучшение его одного дало нам тоже сразу же вэлью. И третье – это должна быть инфраструктура, готова к, соответственно, всей этой истории, чтобы нам не было необходимости инвестировать дополнительные ресурсы и модернизировать инфраструктуру на данном этапе, на начальном. Но при этом, при всем, это все нам не дает гарантии 100% того, что проект полетит у нас. И, конечно, здесь замечательная практика, и мы считаем, что она верная. Начинать с POC, либо POCO, кому как больше нравится. Когда мы проводим исследования, и в рамках POC или POCO подтверждаем глубокой аналитикой то, что проект в теории может состояться. И это является результатом POC. Либо же, наоборот, идем в MVP и, соответственно, даем какую-то первую метрику, первый какой-то результат, который заказчик уже может попробовать, соответственно, на основании какого-то небольшого решения какой-то одной небольшой задачи, попробовать, покрутить это, посмотреть, как это работает и подтвердить это все, что это реально тема, в которую стоит инвестировать дальше. Есть кейс, три параллельных пилота, которые мы делали о крупной пищевой компании, как раз-таки сразу они три кейса запустили. Оптимизация цепочки поставок, прогнозирование спроса и оптимизация производства путем идентификации брака. Соответственно, задачи, как правило, когда приходят с несколькими задачами, мы говорим, что, собственно, более приоритетно. Здесь задачи были обозначены как равноправные. Третий пилот не стрельнул, не было в нем и бизнес-эффекта, но два других, именно оптимизация цепочки поставок и прогнозирование спроса, были признаны рентабельными заказчиками. И сейчас мы как раз-таки ведем эту всю промышленную историю, двигаемся дальше. Шаг номер три. Мы, соответственно, с вами сформировали правильные ожидания, мы с вами проанализировали, провели проектную аналитику. Следующий шаг – это проанализировать данные. Почему это важно? То есть машинное обучение – это работа с данными. Если у нас нет данных, соответственно, никакое машинное обучение невозможно. И, более того, даже если данные есть, это не говорит о том, что мы с вами что-то сможем сделать. Почему? Здесь приведены три проблематики, но я приведу лучше три рекомендации. То есть первое – объем данных должен быть минимум от полугода до года, это прям супер минимальная граница. Данные должны быть цифровыми, то есть не аналоговыми, не на бумажном носителе. И третье – данные должны собираться автоматизировано. Почему это важно? Пример. Собственно, сервис доставки для Ikea, Fortnite и прочих всяких крупных интересных компаний, которые сейчас уже у нас не работают. Но, тем не менее, задача была улучшить клиентский сервис путем прогнозирования времени доставки до клиента, а также там была заделана оптимизация логистики последней мили. То есть было выполнено два условия. Объем данных был три года, данные были цифровые, но проблематика была в том, что данные не собирались автоматизировано. И в процессе анализа мы выяснили, что 93-95% курьеров вносили данные некорректно, не в соответствии с регламентом. То есть нужно было там приехать, отменить, что приехал, забрать груз, отменить, что забрал груз. Они просто вносили это как посчитают нужным. И, соответственно, вся эта огромная массив данных был непригоден для использования, для решения этой задачи, к сожалению. И заказчик просто глобально пересматривает свои бизнес-процессы. Но есть как бы и другая история. То, что даже несмотря на то, что у вас есть какая-то проблематика с данными, это не означает, что все потеряно. И здесь можно привести, в пример, кейс для металлургического производства. Задачей было сократить цикл плавки путем оптимизации входных параметров. И специфика была в том интересное, что мы информацию о начале цикла плавки и окончание цикла плавки получали через инфракрасный датчик, временные ряды с него, но увидели какую-то аномалию, что процесс иногда длился слишком долго, дольше, чем должно было быть. Мы, собственно, связались с заказчиком, обсудили всю эту историю, и заказчик выяснил, что периодически этот датчик прикрывался ведром. Естественно, мы не могли этой информации уже доверять. И здесь мы изменили подход к решению этой задачи и просто состались на сумму других косвенных показателей, которые позволяли нам как раз-таки обозначать начало и завершение цикла плавки. Шаг номер четыре. Выработка измеримых метрик. То есть нужно четко понимать метрики. ML всегда прогноз, то есть мы всегда что-то прогнозируем, и стопроцентной точности достичь невозможно. Точнее, даже возможно, но нужна ли нам такая точность? Потому что здесь может получиться история, знаете, про пасушка, который кричит «волки, волки», и, соответственно, это тоже будет неправильно. И, допустим, в задачах классификации есть там две таких метрики, когда пресижен, когда мы измеряем в соответствии тех, то, что мы смогли, события, которые мы смогли детектировать, сложными срабатываниями. Например, мы сказали, что вот у вас сегодня будет 10 поломок, например, а произошло только 8. Соответственно, пресижен у нас равняется 80%. И, соответственно, рекол, который нам позволяет определять количество верных срабатываний из общего числа событий. То есть, например, мы сказали, что у вас сегодня сломается 9 из 10 агрегатов, например, а сломалось 10. Соответственно, будет процент 90. То есть, ну вот я попытался максимально просто это объяснить. Точность, то есть это такая специфика, с которой нужно правильно найти подход, как правильно, собственно, отнести. Потому что увеличение точности всегда влечет экономические вложения и временные ресурсы. То есть здесь нужно найти этот параметр точности, который нам нужно достичь, которого будет достаточно для бизнеса. Собственно, пилот и промышленное медведение – это разные истории. Здесь вот есть аналитика, туда упустим ее. Пятый шаг – расчет ROI. Расчеты экономической окупаемости решения. Это очень важный тоже шаг и этап. Собственно, и как же нам к нему прийти? Например, у нас есть техническая метрика. Увеличили точность прогноза спроса на 5%. Что нам с этим делать? Вот 5%, как их оценить? Мы начинаем определять, на что влияет эта метрика в бизнесе. Например, если у нас точность прогноза возросла на 5%, соответственно, мы можем тогда хранить активы, замороженные в товаре, меньше и больше инвестиций, свободных денег, вкладывать в какие-то другие истории. И начинаем какие-то такие метрики искать, корреляции, зависимости, ищем экономический эффект и пытаемся его рассчитать. В среднем считается оптимальный период окупаемости решения должен составлять от 2 до 5 лет. Есть исключения в большую сторону, исключения в меньшую сторону, но это вот такая рыночная практика. Соответственно, приведу один кейс, который был, где у ребят были правильные ожидания, метрики, данные прононизировали, все замечательно, все хорошо, даже рассчитали экономическую целесообразность решения. Задача была достаточно крупная, то есть 2000 вагонов цистерн, парк. Надо было, соответственно, проективная аналитика подвижного состава вагонов цистерн делать критическую работу с критическими поломками. Соответственно, была интеграция с внутренним МЕС-системой, 20-ю РМ-ами, интеграция с ИИС-РЖД-системой. Была проделана колоссальная работа на самом деле. Получены хорошие результаты, да, там интересный кейс был, то, что мы нашли зависимость между обслуживающим персоналом, допустим, оператором, который тогда обслуживал этот состав, и поломками, которые происходили в течение его смены. Также нам удалось сократить расходы на ремонт на 30% и на 20 поломок дополнительно предотвращать. Но при этом при всем все было идеально и замечательно, но часть данных мы брали из системы IBM. В них была система лицензирования, то есть надо было ее продлевать. И заказчик не рассчитал, что это при масштабировании нужно будет количество лицензий увеличивать, это будет ежегодная, соответственно, история. И поэтому именно в промышленное внедрение проект, к сожалению, не вошел. То есть они им пользуются, но уже в рамках такого пилотного, скажем так, проекта. Поэтому это очень важно, рассчитывать экономическую средообразность решения. Подводя итог, собственно, любой проект, это исследование, в сфере машинного обучения, это исследование, которое может дать либо нам очень полезную информацию для развития бизнеса, либо оно может дать нам тот самый процесс, который мы можем автоматизировать, улучшить и получить крутые результаты. То есть нам нужно, соответственно, с вами пять шагов, вспомним их. Соответственно, правильное ожидание, предпроектная аналитика, проанализировать данные, сравнивать метрики, рассчитать экономическую средообразность решения. И многие свой путь в направлении искусственного инфекса начинают, как раз таки, коллеги много об этом говорили, и у нас, в принципе, в рамках конференции много об этом говорит, то есть через задачи, связанные с машинным зрением, потому что это более простая специфика. То есть, словно, если эксперт визуально может детектировать какое-то событие, соответственно, алгоритм с большой долей вероятности тоже сможет это делать. И чаще всего сейчас, конечно, запросы поступают с контролем ОТА и ПБ, в частности СИЗОВ, безусловно, и контролем качества и идентификации дефектов. Ну и тут следует отметить, что не всегда нужно сразу же закупать промышленные камеры. Бывают кейсы, когда достаточно для рамков пилота воспользоваться просто камерой смартфона. Тут есть прям такие кейсы, если будет интересно, тоже смогут рассказать о них подробнее. Когда там достаточно камеры смартфона, чтобы пропилотироваться и понять бизнес-эффект. То есть не всегда нужно закупать сразу дорогостоящие промышленные камеры. Собственно, наш тент Rubius находится вот здесь. Всегда рад пообщаться, поговорить, потому что времени у нас супермало. Я говорил, как мог, максимально аккуратко, быстро. И как раз таки для наших много уважаемых телезрителей, для тех, кто, возможно, хочет все это переварить и потом связаться, есть вот контактная информация, QR-кодик, почта, телефон 24 на 7 по возможности. Я доступен, всегда рад к диалогу, обсуждению, обмену экспертизой. Спасибо большое за внимание. Приятно, что когда у нас два дня и видно знакомые лица, уже как-то жить проще. Спасибо большое коллеге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!